Трамп подсчитал, сколько лет тюрьмы ему грозит. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления Министерством юстиции обвинения о попытках отменить выборы 2020 года заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Hill, экс-президент штатов в своем письме по сбору средств в среду назвал Минюст «коррумпированным», а данное обвинение «незаконным», отчеты показывают, что теперь мне может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы за охоту на ведьмлевых, рассказал Трамп, стоит отметить, что в США обвиняемые редко приговариваются к максимальному сроку тюремного заключения за все преступления, за которые они осуждены, а сроки за разные преступления могут отбываться последовательно, что ограничивает общее время, которое обвиняемые проводят в тюрьме, дело против Трампа. Трампу во вторник были предъявлены 4 пункта обвинения в расследовании специальным советником Джеком Смитом событий 6 января 2021 года и других его усилий по сохранению власти после проигрыша на президентских выборах Джо Байдену. Также Трампу предстоит столкнуться с дополнительными юридическими проблемами в виде федерального обвинительного акта по 40 пунктам в связи с его обращением с секретными материалами в Мара-Алаго после ухода из Белого дома, кроме того, с обвинительным актом по 34 пунктам от окружного прокурора Манхэттена в связи с шестизначным платежом, который бывший помощник Трампа Майкл Коэн сделал звезде фильмов для взрослых Старми Дэниелс незадолго до выборов 2016 года. Экс-президенту также грозит еще один возможный список обвинений о вмешательстве в выборы в округе Фултон, штат Джорджия. Ранее сообщалось, что политическая группа Дональда Трампа в первой половине 2023 года потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты самого политика, а также его советников и других лиц, фигурирующих в делах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.